В преддверии Дня пожилых людей в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста состоялся конкурс, в котором приняли участие самые амбициозные представители элегантного возраста под названием «Супер бабушка». В праздничном мероприятии приняли участие пять конкурсанток, осознанно решивших побороться за звание лучшей бабушки. Оценивать конкурс собрались строгие судьи, которые и определили победителя. Бабушка, сколько теплоты и доброты ощущаешь каждый раз, когда слышишь это простое слово. Сколько их на свете, самых разных. Но, несомненно, одно – все они дороги своим внукам и правнукам. Их любят, ими восхищаются, с них берут пример. В этом можно было легко убедиться, посетив мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей «Супер бабушка», собравшее представителей разных поколений, пришедших разделить праздник вместе. В преддверии Дня пожилого человека мы проводим мероприятие, которое называется «Супер бабушка». Мы решили показать именно категорию, эту категорию, которая не стареет душой. Ведь с возрастом что меняется? С возрастом стареет тело, не стареет душа. Вот это и мы хотим показать сегодня. Это творчество людей пожилого возраста, которые сохранили в себе энергию, молодость души и желание показать себя и быть нужными. Мероприятие ко Дню пожилых людей проходило в формате конкурса. Пять амбициозных бабушек боролись за честь носить звание лучшей. Для этого им предстояло пройти несколько этапов. Первый – визитка. Второй – демонстрация талантов. Третий – умение дефилировать по подиуму. А завершающим этапом стал конкурс «Бабушкин вкусняшки», в котором участницы проявили свои кулинарные способности. Надо сказать, что каждая из них в нелегкой конкурентной борьбе удалось показать высокие результаты своей подготовки. Конкурс, вот будет конкурс. Будем смотреть, пока каждый готовит сам. И вот на репетиции очень достойные все. Потому что даже участвовать и тоже много значит. А женщины все, бабушки чудесные. По-моему, плохих бабушек не бывает. Да у нас хорошая конкуренция. Самое главное, что вместе, что мы умеем что-то, что мы желаем что-то. Вот это наша конкуренция – вместе побыть, вместе пообщаться и сделать приятно и себе, и людям. Завершающим аккордом мероприятие стало награждение его участниц. Каждая бабушка, нет, правильнее сказать, элитная дама, несомненно, была достойна победы. Но главный приз за самые высокие результаты по итогам всех конкурсов получила Марина Копычная, сумевшая покорить жюри и гостей встречи. Я просто хотела рассказать о своих внуках, так как мы к ним относимся. И действительно хочется, вот именно только сейчас начинаешь понимать, что такое родители, что такое внуки, и какая ответственность лежит именно на бабушках, именно в жизни, тяжелой жизни сейчас для нашей молодежи, сложной. И поэтому как-то вот хотелось просто рассказать и показать. Подобные встречи просто необходимы, ведь именно благодаря им представители разных поколений могут собираться вместе, чтобы обмениваться опытом, делиться историями жизни, отмечать значимые даты. Очень важно, потому что люди хотят, хотят участвовать в общественной жизни. Это чаще всего, я думаю, это те, кто трудился много лет, и был в коллективах, и был приобщен к различным мероприятиям. И они продолжают быть активными, продолжают и хотят быть в строю. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.